Всем привет мои дружочки пирожочки! Вышло новое обновление, а именно обновление в Satisfactory. Это пятое обновление по счету. И давайте уже приступим к осмотру обновлений. Изменения коснулись плана постройки. Теперь строя здания будет иметь жесткий отступ от предыдущего. Не получится строить их вплотную друг к другу как раньше. Это коснется только зданий. Конвейерные ленты и прочие мелкие объекты будут иметь небольшой отступ. Это позволит игроку иметь больше пространства между зданиями. Далее. Раньше нам всегда приходилось зажимать кнопку и листать по колесу выбору здания по одному типу. Это сильно тормозило наше строительство. Разработчики заметили это и теперь нам нужно всего лишь по горячей клавише переключать здание. Наконец-то сделали строительство по зажиму клавиши. Теперь когда нужно строить фундамент нужно просто зажать клавишу и провести мышкой по контуру. А не как раньше тыкать по одному клику пытаясь навестись на предыдущий блок. Это значительно упростит строительство. А вот теперь, хотели бы вы чтобы ваш завод походил на завод. Теперь это возможно. В игру добавили кучу декоративных объектов. Новые стены, балки, наклоны, крыши, стекла и перила к фундаменту. Теперь можно соорудить настоящий завод. С дорогами открывающимися дверями, кранами и панорамными окнами на красивый открытый мир. Добавлен новый кастомизайнер. Это новая вкладка в строительстве. Здесь вы можете развернуть настроющую фантазию в постройке. Новая возможно перекрашивать блоки, машины, крыши. Добавлять разные раскраски, цифры, надписи и значки. Добавлен новый кастомизайнер. Да и строительство дорог под них. Разработчики хорошенько поработали и улучшили эту систему. Теперь нужно будет ставить светофоры на железной дороге. Они нужны для того, чтобы поезда не столкнулись друг с другом. Если вы не поставили светофор, то будет хаос. Добавили возможность проектировать маршрут и время нахождения поезда на той или иной станции. А также иметь контроль какие ресурсы нужно загружать или выгружать поезду. Ну пока что на этом все в плане строительства. Перейдем к небольшому косметическому апдейту. Улучшили северный лес на локации. Обновили пустыню, горы, а также пещеры стали более живописными. На этом моменте пока все. Ждем от разработчиков еще что-то нового. Всем спасибо и удачи.